Начнем сегодня с игры Эвертон Ливерпуль и это блюдо, друзья мои, было никаким. Оно не было ни сладким, ни соленым, ни горьким, ни кислым. Оно не вызывало совершенно ничего. Ни чувства отвращения, ни чувства наслаждения, обычная минеральная вода. Дело в том, что предматчевый расклад, он нам якобы намекал на то, что возможен такой сценарий. Потому что у Ливерпуля достаточно комфортное положение в турнирной таблице, особенно если делаем скидку на то, что это АПЛ. Где обычно команда на команде, очко два разницы, а здесь прям отрыв есть большой от пятого места. На пятом месте Челси, который в прошлом туре проиграл Тоттенхэму, в этом туре не смог выиграть у Вестхэма, поэтому у Ливерпуля прям лафа, а не чемпионат складывается в концовке. Нет, шансы, конечно же, у Челси есть, и там даже у Арсенала чисто теоретические шансы есть, потому что у них даже на игру меньше, чем у Ливерпуля. Всякое может произойти, но вот вряд ли, прям совсем вряд ли. А здесь на носу у тебя Манчестер Сити в Лиге Чемпионов, и надо, конечно же, поберечь некоторых основных футболистов, поэтому у тебя на дерби против Эвертона выходит Клаван на месте левого защитника, у тебя выходит Клайн, его там выпустили откуда-то, он там то ли на наркоте где-то попадался, я точно не помню, там были какие-то проблемы, его долго не было в составе, долго не было в заявке, вот он наконец-то вышел, и очень даже, знаете, неплохо, но вряд ли именно Клайн будет играть в Лиге Чемпионов. У тебя на месте Салаха Инкс, а на месте Фермина Саланка, то есть уже как-то вот состав был так себе. Эвертон, он даже в самом боевом составе так себе, даже при том, что там Биг Сэм, все равно команда, ну вот, Тео Уолкот, я не смотрел все матчи Эвертона, естественно, но я вот несколько видел и в нескольких из них играл в основном в составе Тео Уолкот, что-то как-то вот, вот не оно, не того я ожидал, скажу честно, вот не того, особенно когда против тебя на фланге выходит Клаван, ну не сложно же, центральный защитник, медлительный, а ты Тео Уолкот, один из самых быстрых, давай, а ты ничего не делаешь. Ливерпуль отыграл весь матч лучше, чем Эвертон, но фишка в том, что эта игра была не для голов, вот она, вот она совсем из нее не вытекала того, что сейчас будут голы, сейчас будут моменты, потому что Дани Инкс, он в очередной раз показал, что хрен знает, что он делает Ливерпуля, что он здесь забыл, кто его сюда взял, увольте того человека, потому что это, это совсем не то. И дело даже не в том, что у него мало игровой практики, это понятно, что без игровой практики, без ее достаточного количества ты не сможешь бороться за место в составе и показывать что-то, когда тебе дают тот редкий шанс, это понятно, но вот татухи у него классные, вот себе такие сделаю, но играет он ужасно, играет он не на уровне потенциального полуфиналиста Лиги Чемпиона и команды, которая должна бы попасть в тройку в чемпионате Англии, или в крайнем случае в четверку. Вот не это Дани Инкс. И вот это, кстати, одна из проблем Юргена Клопа, что нету скамейки. Есть классная основа, которая сыграно, которая дает результат, которая борется с Манчестер Сити за полуфинал Лиги Чемпионов, и вообще там все здорово у них получается, и там 38 уже голов за сезон у одного человека, но как только их убираешь, поставить на их место некого. Соланко это вообще нападающий, который, он же невероятного таланта, он же большой, с ударом, и головой должен забивать, и вообще много чего умеет. Ну человек выигрывал, что там они выигрывали, молодежный чемпионат мира, выигрывал, по-моему, Лигу Чемпионов юношескую, и если не выигрывал, то был где-то рядом с победами, это точно. А сейчас это человек, который весь год, весь этот сезон, после перехода из Челси в Ливерпуль, не может выключить вот этот режим вечно перепуганного пацана. Вот вечно перепуганный. Ему уже давали в начале сезона из метра пробивать в пустые ворота, он в перекладину каким-то образом попадал. Ему здесь уже дают пробивать фактически в пустые ворота, все, Пикфорд стоит, хрен знает, куда ты будешь бить, я буду просто стоять на месте. Он бьет в него. Это вечно перепуганный пока что пацан. Все. И с такими людьми впереди, как Инкс и Соланке, ты вряд ли что-то забьешь. Статистика говорит нам о том, что 6 ударов у Эвертона, 10 ударов у Ливерпуля, это неприлично мало для дерби. Для дерби, в котором достаточно часто бывали счета и 4-3, что-то вот подобное. Здесь 0-0, и хрен бы с ними с этими 0-0, если бы не настолько пресная игра. Если бы хотя бы что-то было, Эвертон попытался показать что-то в конце, потому что Эвертон весь матч провел по сценарию Биг Сэма, когда он играет против топов. У него всегда одно и то же. Мы, значит, отбиваемся минут 85-88, а потом в конце идем забивать свой мяч. И здесь было два убойных момента, и Эвертон мог выиграть это дерби, что никоим вообще образом не сказалось бы на Ливерпуля. То есть, Эвертон мог выиграть, и он даже под конец заслуживал все-таки выгрести вот эту вот самую победу, а не получилось. Не получилось, ничья 0-0. Итог какой? Юрген Клопп не проиграл дерби, остается на третьем месте в чемпионате, и поберег силы на матче Лиги Чемпионов против Манчестер Сити. В принципе, очень даже неплохо. Следующий поединок – это Манчестерское дерби. Сити принимал дома Манчестер Юнайтед, и сначала я хочу все-таки закончить вот ту историю между Райолой и Гвардиолой, потому что Райола, как вы помните, назвал Гвардиолу там псом, трусом, опять это очередной раз вылил в прессу, на что, конечно же, британские журналисты не могли не обратить внимания и не спросили у Пеппа, а какая же будет ваша ответочка. Пепп сказал, что мне как бы все равно, что он говорит, но чтобы просто знали, так, небольшой инсайдик дам, в январе всего лишь несколько месяцев назад Мино Райола предлагал мне забрать из Манчестер Юнайтед в Манчестер Сити двух его игроков – Поля Погба и Генриха Мхитаряна. Если это правда, а я не вижу смысла Пеппу об этом публично врать, то это занавес. Это занавес, потому что Мино Райола в очередной раз тогда доказывает, что он является сверх-топ-агентом, по его мнению, и его главные функции, которые он выполняет отлично, это сраться со всеми, рассказать всем, какие тренера дерьмовые, а его футболисты великолепные, что этот тренер просто ничтожество, этот, как его гвардиолог, да, он хороший тактик, но он как человек трус и пес. В итоге все об этом говорят, ты постоянно на слуху, твои футболисты постоянно на слуху, и потом ты идеально выполняешь вторую функцию топового агента, по мнению Мино Райолы. Ты потом впариваешь этих людей, своих футболистов, очень дорого, потому что вокруг полно информационного шума. Смысл существования таких людей, я не понимаю, но они есть. И как бы Мино Райола сел в лужу, потому что, да, он опять всех обозвал, но, понимаешь, ты вот только что обозвал этого человека, а пару месяцев назад ты прибегал к нему и говорил, купи у меня Пагба, купи у меня Мхитаряна, я сейчас договорюсь с Манчестером, господи, это не проблема. Переход одного топового футболиста, бывшего самого дорогого футболиста в мире, из одного клуба в одном городе в другой клуб в одном городе, это, я сейчас все решаю, это все решается, это тупо, это все очень тупо, и какой-то сюрреализм. То, что делает Мино Райола в футболе, это с одной стороны шоу, с другой стороны бардак, который только испортит карьеру некоторым его подопечным. Доноруму помните? Вот там сейчас новое трансферное окно, там сейчас начнется по новой. Вот сейчас что будет с Пагба? Непонятно. Он то в ПСЖ, то в Мадридский Реал, то в Манчестер Сити. Поэтому Мино Райола, так скажем, ну такой человек. Прям очень спорная фигура. Что касается самого этого матча, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, то он, конечно же, должен был стать чемпионским. Сити должен был оформить чемпионство вот в этом дерби. Было бы очень символично, очень красиво. Болельщики Манчестер Сити уже поставили на крышу этих ада салюты. Они уже были готовы запускать их в случае победы. Но кроме того, что этой победы не случилось, я хочу сказать о том, что я ничего не понял после этого матча. То есть эта игра оставила гораздо больше вопросов, чем ответов. Эта игра не ответила ни на один из важных вопросов. Ни на один. Начнем с того, что первый тайм это игра просто одной команды. Манчестер Юнайтед на поле нет. Юнайтед так и не ударил ни разу за первый тайм по воротам Эдерсона. Совсем. Началось все с того, что Сити мог пробивать пенальти даже сразу, потому что Эшли Янг сыграл рукой. И я уверен, что такие руки обязаны ставить точки, потому что никакая отговорка сюда не канает. То есть он не хотел. Что значит он не хотел? Он прерывает рукой передачу на футболиста, который сейчас будет забивать в пустые ворота. Он рукой прерывает ее. Что значит не хотел? Или рука в естественном положении. Какое это такое естественное положение? Руки лежа на газоне. Это как вообще? Ну, как бы это надолго не спасло Юнайтед. Сначала забил Компани, продавив Смолинга, а потом забил Гюндаган. Но самое интересное, что это никак не отрезвило Юнайтед. И дальше был момент, выход один в один Стерлинга. Дальше был еще один удар Стерлинга. А дальше был еще какой-то момент. Я уже их просто начинаю забывать. Но во втором тайме в начале был еще удар в крестовину практически от Гюндагана. То есть, и Пэп Гвардиола прекрасно понимал, что нужен третий гол. Сейчас очень сильно нужен третий гол, потому что после трех МЮ точно не встанет. И он на каждый промах из убойной позиции того же Стерлинга реагировал очень бурно, потому что он понимал, что 2-0 это хорошо, но 3-0 это чемпионство. Первый тайм Гвардиола выиграл без борьбы даже. Первый тайм был выигран в одну калитку. И Сити вскрывал оборону Юнайтед не один раз, и не два, и не три. И чемпионство, понимали уже все на стадионе, вот оно. Вот оно уже пришло. Причем в очень красивом стиле. В стиле, в котором команда провела весь сезон чемпионата Англии. Весь сезон. За редкими-редкими исключениями. И тут наступает перерыв. Как говорил один из игроков Манчестера Юнета, я даже забыл кто, Жозе Муриньо в раздевалке сделал две вещи. Он сказал о том, что мы не должны позволить Манчестер Сити выиграть сейчас АПЛ в матче с нами. У вас как бы гордость есть, хоть чуть-чуть. А вторая вещь, это он передвинул поле Погба чуть повыше, чтобы он все-таки пошел атаковать, потому что, во-первых, проигрываем, во-вторых, все равно тебя в центре возят. Толку с тебя. Давай ты попытайся там что-то сделать повыше. А из раздевалки Манчестер Сити, я так понимаю, наверное, уже доносилась музыка. Уже люди выиграли. Потому что никаких шансов. Вот совсем. Манчестер Юнайтед это был, ну что Свонси приедет на Этихот, что Манчестер Юнайтед вот приехал на Этихот и первый тайм без шансов. Но что начинает происходить во втором где был вот этот переломный момент? Где? Как? Что случилось? Я вам могу сказать, что после этой игры я не понял совсем ничего. Игра не дала понятия хотя бы какого-то хотя бы приблизительного понимания того, что будет в матче с Ливерпулем. Потому что второй тайм это АПЛ. Где был переломный момент? Что случилось? Что? Вот это речь Жозе Мауринио в раздевалке. Вот это неслаженность почему-то внезапно проявившаяся в центре обороны Манчестер Сити. Или же наоборот усиление игры в центре поля Манчестер Юнайтед. Непонятно где, за счет чего все это произошло, но Поль Пагба за 2 минуты забивает 2 мяча и делает счет 2-2. И вот это чемпионство и люди такие сидят на стадионе и думают как бы мы же уже слезай слезай с крыши не будет сегодня салюта слезай все мы поплыли и действительно Сити поплыл и Сити плыл всего лишь минут 10-15 и за это время пропустил 3 мяча и 3 раза их центр обороны провалился и 2 раза не уследили за Пагба 1 раз за Смолингом со стандарта ну всех же должны были разбирать тем более Смолинг один из самых высоких игроков Юнайтед он обязан должен был быть прикрыт кем-то персональным 3-2 и вот это затмение помутнение небольшое у Манчестер Сити прекращается все дальше Гвардиола выпускает Агуэро выпускает Дебрюйне и они находят опять же свою игру и продолжают играть лучше чем Юнайтед и они должны были ну хотя бы сравнять счет тот же момент с пенальти пенальти на Агуэро я считаю что такие пенальти надо ставить объясню почему Эшли Янг прыгает отрывая две ноги от газона отрывая две ноги от газона прыгает в ноги Агуэро и неважно он там цепляет чуть-чуть мяч не цепляет второй ногой он бьет чуть ниже колен это фол страшный комментаторы которые комментировали на английском языке я не знаю как его зовут но он кричал во все это пенальти and red card все вот только вот так почему-то судья не ставит дальше был еще момент у того же Агуэро когда Дехеа потащил кстати Дехеа он же ж я забыл сказать в моменте со вторым голом Дехеа допустил очередную ошибку в этом году он выбил мяч просто так на игрока Манчестер Сити и с этого началась атака на второй гол что-то с ним прям вообще чуть последнее время начало происходить но свою команду в конце игры он спас он вытащил тот удар от Агуэро 3-2 победа Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити пока не чемпион сказать что этот матч становится переломным для Юнайтед я не могу потому что если смотреть на цифры если смотреть вообще просто отбросить все и посмотреть объективно на то что происходило на поле то как бы да 15 минут Юнайтед был неплох 15 из 90 удары 25 у Юнайтед всего лишь 3 удара из пределов штрафной площади 3 они только 3 раза смогли оттуда пробить и 3 раза забили гол это показатель сумасшедшей реализации со стороны МЮ это круто это круто конечно же но это также показатель ужасной игры в обороне Манчестер Сити и я не я не понимаю это действительно будет возрождение МЮ так скажем во что я слабо верю потому что ценность этой победы она не настолько большая потому что до конца сезона осталось всего до ничего а дальше будет перерыв чемпионат мира и все придется выстраивать по новой и по сути то смысл этой победы он кроме как сказать что Манчестер из Ред больше в нем нет как бы ничего и испортить праздник Манчестер Сити Жозе Муринио конечно же постарался испортить его максимально он после игры знаете так сел с пафосным выражением лица как обычно сказал что я хочу поздравить Манчестер Сити с чемпионством ну типа он весь такой крутой вы такие чемпионы молодцы но мы то вас хлопнули это все было бы классно если бы до этого не был такой средненький сезончик если бы до этого не было вылета из лиги чемпионов от Севильи ты не выдержал конкуренции в чемпионате и тут ты садишься такой молодцы ребята я вас поздравляю с чемпионством но мы как бы лучше нас нужно больше уважать Манчестер Юнайтед заслуживает больше уважения Манчестер Юнайтед заслуживает больше теплых слов чем о них чем о нас говорят в прессе и так далее и так далее и так далее ну типичный Жозе который конечно же попытался ну актерище он может ему нравятся большие матчи ему нравится в них побеждать а потом уничтожать интеллектуально и интеллигентно своего соперника на послематчевой пресс-конференции в итоге Манчестер Сити не чемпион пока что Манчестер Юнайтед команда которая обязана занять второе место потому что обыграть Сити удалось в чемпионате до этого только Ливерпулю а что касается поля Погба это вообще отдельная тема потому что как бы когда футболист который то сидит на скамейке то выходит и играет так себя потом делает дубль в Манчестерском дерби конечно же здесь не может быть всплеска эйфории и вот он Погба вот он уже вот да и уже скоро золотой мяч когда там в том году в следующем через год через два но точно будет я как говорил год назад как продолжал говорить в этом году Поль Погба по моему мнению может стать одним из лучших футболистов мира может может но пока до этого далеко возможно причина в тренере возможно причина в клубе возможно причина в его прическах еще там в чем-то но пока там вообще очень далеко очень там еще работать работать и работать и чтобы Поль Погба мог действительно называться одним из лучших футболистов мира вот таких вот поединков вот с такой вот его ролью Вот с такими вот голами, с решающей буквально ролью в этом матче, должно быть не 1-2 за сезон, а 10-15. 10-15 из 50, допустим, 50 матчей примерно в сезоне, плюс-минус, и в них ты должен быть в 15 явным лидером. Пока у Пагба это единичные случаи, но уже хорошо, что хотя бы такие есть. И последнее дерби на сегодня – Мадридское. Реал принимал дома Атлетика, и Реал так сильно разогнался в 2018 году, что даже до сих пор, даже после того, как Реал не обыграл Атлетика у себя дома, остается вероятным сценарий, при котором Реал займет второе место в чемпионате. Если бы Реал сейчас обыграл Атлетика, то разница между ними была бы всего лишь 1 очко, и шансы Зидана на второе место были бы достаточно высоки. Они и так не слишком низкие, но Атлетика сумел сохранить свой 4-очковый отрыв. Сыграли в ничью 1-1, и, знаете, это дерби было самое качественное и самое интересное с точки зрения зрителя, который оценивает уровень футбола по сравнению с ливерпульским и манчестерским. Потому что в Ливерпуле просто этого уровня не было, а в Манчестере он был переменным, то одна команда, то вторая. У одной провал просто, потом взлет, у второй взлет, потом провал. А здесь все ровно, и Атлетика, и Реал провели очень ровный матч, очень качественный матч. Зидан, конечно же, делал упор на то, что ему играть скоро с Ювентусом. Да, там есть преимущества, но как бы шутить с ними нельзя. Поэтому не сыграл Каземиро, а Модрич и Иско выходили только на последние 20 минут. Ковачич играл в центре поля и, в принципе, выполнил свою работу очень даже неплохо. У него была самая высокая точность передач до тех пор, пока он играл на поле. Потому что тогда было выше у Модрича, который вышел вместо него, и у Иско. У него вообще 100%, но они играли как бы только 20 минут, а вот Ковачич отыграл 70 минут с точностью передач примерно 96%. То есть он выполнил главную заповедь футболиста, который играет в дерби. Знаете, какая главная заповедь? Не привези. И он с этой целью, с этой задачей справился. Диего Симеоне также прекрасно знал, куда нужно бить. Где слабое место у Реала? Слабое место в обороне Реала, это, конечно же, Марселло. Именно поэтому Виттоло при поддержке Хуан Франа играли вместе так высоко, и они пытались рвать этот фланг, и у них это получалось. Очень даже получалось. И было несколько шикарных выходов. А один раз судья боковой поднял вне игры, когда Виттоло выбегал фактически один в один, пусть и под углом. Но он выбегал со своей половины поля. То есть этот фланг, фланг Марселло, он, так скажем, трещал. И потом он еще треснет в нужный момент. По сути, Реал отыграл сильнее, если смотреть на статистику, на цифры. Потому что 30 ударов за матч поворотом Атлетика, это много. Я не видел пока в этом сезоне никого, кто бы бил столько раз поворотом Облака. Но здесь есть нюанс. Дело в том, что из этих 30 ударов только 8 дошло до вратаря. 10 было заблокировано, это любимое занятие защитников Атлетика. И 12 пришлись мимо. И только 8 дошли до Яна Облака. У Атлетика 5 ударов в створ. То есть по ударам в створ всего лишь 8-5. Никакого большого преимущества нет. Да, Реал сидел на половине поля Атлетика. Да, Реал чаще бил поворотом. Заметно чаще. В три раза чаще. Но при этом голов-то все нет и нет. Да, Марселло пробил перекладину. Очень хорошо. Да, Асенсио тоже попадал в каркас. Все это отлично. Но там, где оборона не справлялась, там справлялся Облак. Не зря же он один из главных, из лучших вратарей в мире сейчас. А на другой половине поля, Навас, тоже начинал творить чудеса, когда это было нужно. Именно поэтому эта игра и является такой прекрасной. Потому что везде был высокий уровень. Самый высокий уровень у Атлетика был, конечно же, у обороны и у голкипера. Атака, она не была плоха. Не, не, нифига. Потому что главная проблема Реала в этом матче заключалась в том, что они не могли насесть на ворота Атлетика и забыть немножечко про оборону, как они это делают, например, в матче против условного, там, ну, знаете, да, против Алавеса. Они делали примерно то же самое и с Атлетика Мадрид. То есть они начали играть в свою игру. Они, давайте с фланга на фланг, давайте попытаемся растянуть, давайте найдем свободные зоны. А зон нет. Они уже их ищут, ищут, попытаются пробить издали, но не забивают. То есть Атлетика не пропускает просто. Вот что-то им не делай, они не пропускают. И что самое главное, у них настроена контр-игра. Вот это была самая сложная задача для Реала в этом матче. Нельзя было пойти туда вперед, не оглядываясь на то, что там Гризман, Диага Коста и Витоло сейчас просто убегут. Нельзя было. Именно поэтому этот матч был классным. Очень классным. Но никто же не отменял слабое звено. В этом матче у Атлетика таким оказался Лукас. И пусть он уже и сыграл за сборную Франции, и весь такой прекрасный прогрессирующий молодой игрок, но Филипп и Луис заметно надежнее. И я не думаю, что из-под Филиппа Луиса прошел бы такой гол, который забил Криштиану Роналду. Но не прошло буквально там и пары-тройки минут, возможно, пара-тройка, и Гризман уже забил ответный мяч. Опять же, Атлетика. Было видно, что у них есть вот этот запас мощности. Это было видно еще по первому тайму, когда вот эти вот все атаки проходили, и Диага Коста врывался, и Витоло тоже. Что они, если надо будет, если очень сильно надо будет, они прибавят и забьют этот гол в ворота Реала. И пришел этот гол с фланга Марсела. Его раздергали. Да, пас мимо него, и это был ключевой пас в этой атаке. И счет 1-1. А дальше Зидан показал свое отношение к этому матчу. Он показал свое отношение к Ла Лиге. То есть он расставил приоритеты, когда заменил Криштиану Роналду за полчаса до конца игры. Вот и все. В принципе, все понятно. Потому что дальше команды спокойно доиграли этот матч, сыграли в ничью 1-1. И, возможно, Зидан даже и не против того, чтобы Атлетика финишировал выше в чемпионате, чем Реал. Но тут еще есть маленькая проблемка. Имя ей Валенсия. Валенсия тоже обошла Реал после этого тура. В общем-то, там борьба будет. Но, по сути, борьба за второе, третье, четвертое место не имеет никакого значения. Потому что все эти команды идут в Лигу чемпионов. А медали, я не знаю, дают или не дают. Но какой смысл из серебряных или бронзовых медалей? Если ты только там не аутсайдер какой-то, который внезапно провел сумасшедший сезон. Поэтому Реалу, как, например, и Ливерпулю, по большому счету, уже плевать на чемпионат. Он своим ходом дойдет до нужного завершения. Они попадут дальше в Лигу чемпионов. И, конечно же, Реал, Ренагин Зидан, Криштиану Роналду и вся компания ставят, опять же, все на Лигу чемпионов. Третий кубок подряд, это может быть, не скажу, что вечным рекордом. Но этот рекорд должен будет простоять очень долго. На сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайк и подпишитесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Играйте в футбол. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok